Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. На заводе Мегапак начали производство аналогов колы и фанты. Это является теперь уникальным продуктом, который разработан и сделан на территории Российской Федерации. 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. Мы прошли горячие точки. Наша теперь цель – грамотно воспитать нашу молодежь, подготовить достойное поколение. Состоялось торжественное открытие новой звезды на аллее славы мотоспорта. Вот то, что это ребята сделали, вот начали вот эту хорошую традицию, я надеюсь, она будет продолжена. Мы были первыми, но, надеюсь, не последними. Напитки, которые заменят ушедшие из России бренды, начал производить завод Мегапак, расположенный в Ленинском округе. В частности, на прилавки Москвы и области уже поступили отечественные аналоги колы и фанты. Представители завода и администрации округа вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владиславом Мурашовым оценили новинки и обсудили расширение производства. Шесть производственных линий, четыре собственные скважины и современная лаборатория. Почти 25 лет завод разрабатывает и изготавливает уникальные напитки. Возможность для масштабного расширения производства появилась с уходом с российского рынка популярных и известных иностранных брендов – фанты, колы и спрайта. Создать отечественные аналоги пришлось в сжатые сроки. Это не кока-кола российская, это наш продукт, это российская кола, это российский производитель. И наш оранж тоже не фанта. Разработали достаточно быстро, в течение двух месяцев мы привели рестор в порядок. У нас были наработки и до того. Сейчас просто активизировались. В связи с появлением сразу нескольких новых видов продукции завод в Ленинском городском округе работает на пределе возможностей. Поэтому сегодня компания готова не просто расширяться. В ближайших планах открыть еще одно производство. Инвесторам предложили 11 участков в Подмосковье для строительства нового завода. Один из наиболее подходящих расположен в Матищах. Сейчас компания готова практически в два раза увеличить объем производства. Сейчас есть работа 400 человек. Компания готова сейчас создать новое производство для увеличения в два раза объема производства. И еще набрать 400 человек только для производства вот этих трех напитков, которые по сути сейчас ушли с рынка и их место надо занять. Отечественную колу и фанту планируют поставлять не только на российские прилавки, но и за рубеж. Продукция завода уже продается в странах СНГ и Азии, в том числе и в Китае. Так, за прошедшие полгода Мегапак экспортировал почти 8 миллионов бутылок российских напитков. Все, что сейчас мы наблюдаем на этом предприятии, уже продано. То есть продукция, которая еще не произведена, уже огромные заявки на импортозамещение. Это и фанты, другие прохладительные напитки, с которыми мы сегодня ознакомились. Это является теперь уникальным продуктом, который разработан и сделан на территории Российской Федерации. Кстати, завод уже использует отечественную тару и упаковку. Зарубежные ароматизаторы тоже стараются заменить российскими аналогами или натуральными соками, чтобы производство наших напитков не зависело от европейского сырья. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Продолжается реализация президентской программы по социальной газификации. Работы начались в нашем округе около года назад. Первая часть программы показала высокие темпы до газификации, благодаря чему в 2021 году удалось подвести газ к 210 границам земельных участков, около 20 деревень и поселков Ленинского округа. На сегодняшний день в муниципалитете уже газифицировано около 400 домовладений. В 2022 году запланировано дегазифицировать 33 населенных пункта. В первом полугодии голубое топливо пришло еще в 170 домов. Это Большая Володарка, Дыдылдина, Пуговичина, Петрушина, Ближние прудищи, Горки, Калиновка, Белиутова, Андреевская, Месайлова и поселок Володарского, а также Мещерина и Тарычева. Чтобы у жителей оставалось как можно меньше вопросов относительно подключения газа, продолжают работать мобильные офисы Мособлгаза. Они выезжают в населенные пункты и проводят консультации для тех, кто планирует подать заявку. Получить дополнительную информацию жители могут также на официальном сайте 1 июля в детских оздоровительных лагерях стартовала вторая смена, благодаря которой сотни ребят из нашего муниципалитета хорошо отдохнут и наберутся сил перед новым учебным годом. Летняя оздоровительная кампания в самом разгаре. Сегодня стартовала уже вторая смена. В отряде «Дружные ребята» на базе дневного лагеря «Радуга» более 30 мальчишек и девчонок из нескольких видновских школ. В 7 по 7-8 лет многие из них в лагере впервые и планы грандиозные. Надеюсь, что здесь будет весело и недолго запомниться это время. Я хочу отправиться очень хорошо в свой день рождения и очень хорошо побыть в лагере. Веселиться, танцевать, радоваться, играть и петь песни. Весело будет обязательно и еще очень интересно. Распорядок дня ребятам подготовили насыщенный. Каждый день у них тематический, каждый день посвящен определенной теме. Их ожидают и интеллектуальные конкурсы, викторины, и спортивные соревнования, и лидерские конкурсы, в которых мы предполагаем выделить, чтобы дети проявили какие-то лидерские свои таланты. А также разнообразные творческие мастерские, квесты, спортивная игра «Зорница». И все это, конечно же, на свежем воздухе. Будут ребята и путешествовать в планах культурные мероприятия в Видном. А в конце смены выберут королеву лагеря. Вожатые обещают, времени на гаджеты просто не останется. Мы не запрещаем телефоны, но мы все-таки хочем, чтобы они именно общались друг с другом. Гаджеты мы отодвинем на второй план. Завершится вторая смена 29 июля. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. Он посвящен памяти тех, кто в разные годы участвовал во всевозможных военных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам на Аллее Славы в Видном состоялось в рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память». Среди пришедших депутатов фракции «Единая Россия» в Совете депутатов сторонники и члены партии во главе с секретарем отделения «Единой России» в Ленинском округе Алексеем Спаским. Сегодня в Ленинском городском округе, как и везде по Московской области, началась реализация партийного проекта, посвященного ветеранам боевых действий. Патриотическое воспитание сегодня – это не пустые слова. Действительно, надо заниматься всем миром активно и на примере. На примере тех, кто это все прошел. День ветеранов боевых действий, хоть и не является официально признанной датой, отмечается в России с 2009 года. Пришедшие почти ли память о героях-земляках минуты молчания. В Ленинском округе живут 944 ветерана боевых действий. Многие из них видят свою общественную роль в достойном воспитании подрастающего поколения. Поедем по школам, по пионерским лагерям, пообщаемся с детишками, рассказываем, что за праздник, откуда он пошел и что значит для человека, который защищает наши боевые рубежи. Мы прошли горячие точки. Наша теперь цель – грамотно воспитать нашу молодежь, подготовить достойное поколение. Также среди целей партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» – восстановление памятников, формирование общественного интереса к отечественной истории, содействие патриотическому воспитанию молодежи. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На набережной реки Купеленка состоялся масштабный фестиваль, посвященный Международному дню йоги. В рамках мероприятия было организовано несколько тренировок и творческих мастер-классов, в которых могли принять участие все желающие. Познать секреты древних практик на набережную Купеленки пришли 250 человек. Фестиваль йоги в городе Видное проходил впервые. Идея организовать мероприятие принадлежит тренерам, которые каждые выходные проводят бесплатные занятия на берегу реки. Инициативу поддержали администрация округа и территориальный отдел Видное 6-й микрорайон. Наши сами организаторы большие молодцы. Они пришли не только с идеей, они пришли уже с готовой программой, которую мы просто вместе немножко подкорректировали. Мы вышли на место, посмотрели место проведения, в каких локациях планируется проводить те или иные мастер-классы. Одна из организаторов фестиваля Елена Будякова рассказывает, что к участию активно подключились местные предприниматели. На набережной было обустроено несколько зон для проведения творческих мастер-классов, а также площадки для занятий йоги по различным направлениям для любого уровня подготовки. Было несколько тренировок по разным направлениям. Это кундалини-йога, хатха-йога и новое направление – йога для детей. Мы ее назвали «Йога для детей», но это только такое начало, чтобы детки занимали своей осанкой, правильно развивали ножки, ручки. После проведения фестиваля участники собрались в территориальном отделе 6-го микрорайона, чтобы обсудить рабочие моменты по организации праздника и поделиться впечатлениями. Очень, мне кажется, знаменательно и показательно для людей, для жителей. Мне кажется, это очень людей обогащает и объединяет. Лично я, например, там очень много новых знакомств обрела. На встрече были рассмотрены идеи по организации подобных фестивалей в других городских парках, так как йога пользуется большой популярностью у жителей муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Виднет-В. Президент мотобольной команды «Металлург» Валерий Нефантьев принял участие в торжественном открытии новой звезды на аллее славы мотоспорта в одном из торговых центров Москвы. В рамках мероприятия юноши подготовительной группы «Металлурга» сыграли товарищеский матч. Подробнее в сюжете Юлия Пагасьян. Первая звезда на аллее славы мотоциклетного спорта была открыта в начале этого года. Старт традиции дала мотобольная команда «Металлург». Сейчас место украшают фигуры выдающихся спортсменов европейского уровня Сергея Часовских, Владимира Сосницкого и Валерия Нефантьева. К сожалению, матч-коррентный спорт не настолько популярен в средствах массовой информации. Потените показывают мало, газеты пишут мало. А вот то, что это ребята сделали, вот начали вот эту хорошую традицию, я надеюсь, она будет продолжена. Мы были первыми, но, надеюсь, не последними. С тех пор аллея расширилась. Недавно здесь открыли звезду, посвященную мотогонщице Анастасии Нифонтовой. А на днях славы удостоился Фома Калинин. В свои 20 лет молодой мотоциклист стал чемпионом мира по стандрайдингу. Говорит, мотоспорт ему достался по наследству. Меня отец увлекался этим видом спорта. Я часто бывал на тренировках, насмотрелся на него, и мне тоже стало интересно. В моей карьере, возможно, это продолжение, это новая дисциплина, это шестейн-кольцевые мотогонки. Посмотрим, как там будет все развиваться. У нас цели большие. А уже на улице юноши мотобольной команды «Металлург» с показательными выступлениями. Два на два и один вратарь сыграют сегодня товарищеский матч. Умение владеть мотоциклом продемонстрировал и герой дня. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ирина Кошелева. Видно этого. Их можно встретить на дорогах в любое время суток и в любую погоду. Потому что их главная задача – непрерывное обеспечение безопасности дорожного движения. 3 июля сотрудники госавтоинспекции отметят свой профессиональный праздник. Здравствуйте. Гаилеинского района. Моя фамилия Пукин. Будьте доброводить свое удостоверение. Они следят за порядком на дорогах, выявляют нарушителей, напоминают взрослым и юным участникам дорожного движения правила поведения на проезжей части. Спасают жизни и буквально помогают появиться на свет новым жителям Подмосковья. Можно я вам руку пожму? Спасибо вам огромное. Мы без вас не справились. Я был сопровождать быстро, времени не было на раздуме. Все. Я сказал, садитесь в машину и следуйте за мной. Я включил проблесковые световые маячки, звуковые, световые. И мы направились в сторону города Видно, к роддому. Госавтоинспекция Ленинского городского округа функционирует как единый механизм, каждая составляющая которого работает на общий результат – обеспечение безопасности дорожного движения в муниципалитете. Отдел пропаганды проводит с подрастающим поколением разъяснительные беседы и интерактивные занятия. А юные инспекторы дорожного движения помогают своим наставникам в ходе просветительских акций нести эти знания людям. Некоторые люди не соблюдают правила, и из-за этого случаются не очень приятные ситуации. А если все будут соблюдать, то все будет хорошо. Пока водители с комфортом передвигаются в своих теплых автомобилях, сотрудники ГИБДД стоят на страже порядка на дорогах в любую погоду. Будь то лютый зимний мороз или знойный летний полдень. Регулярные рейды призваны не только выявить нарушителей, но и предотвратить противоправные действия в дальнейшем. Мы еще раз напоминаем о правилах безопасного поведения. Вручаем сегодня и листовочки, еще раз разъясняя, какие нужно и необходимо использовать детские удерживающие устройства при определенном весе, росте ребенка. Ну и как бы желаем хорошей погоды, хорошего настроения. Раз за разом сотрудники госавтоинспекции напоминают автовладельцам, что нельзя парковаться на газонах, садиться за руль в нетрезвом виде, разговаривать по телефону, а тем более переписываться во время вождения. И о том, как важно быть внимательными в темное время суток. Многие из них свой профессиональный праздник 3 июля также встретят на боевом посту. Потому что работа такая – быть на страже безопасности. Екатерина Борисова, Елена Кошелева. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова